друзья привет сегодня приготовлю мясо славянское в горшочках будем готовить я сделала у меня горшочки большие я уже говорила я сделаю один на двоих там большая довольно таки такая порция может и на трое хватить для этого понадобится нам мясо говядина у меня лопаточная часть картофель лук зелень петрушки также понадобится фасоль вот у меня уже готовая отварная и грибы грибы тоже я 2 отварил уже варила я это лесные грибы здесь сбор смесь 40 минут я варила их также понадобится грибной бульон соль масло сливочное томатная паста мука черный молотый перчик масло растительное для обжарки соль масло я сказала до сливочное и сметана немножко сметана понадобится приступим в принципе я все показала сейчас наша задача обжарить до полу готовности картофель с луком и мясо погнали картофель я порежу брусочками таким брусочками лук вот так я порежу вы режьте как вы привыкли как вам нравится включаем плиту наливаем масло немножечко нам нужно слегка обжарить картошку с луком до полу готовности масло накалилось отправляем картофель сюда ну-ка друзья сейчас обжарим картошку минут где-то 5-6 и отправим сюда живу и еще пару минут поджарим нам надо чтобы она прихватилась немного вот друзья видите она вот так обжарилась слегка подрумянилась внутри она абсолютно еще сырая немножко прямо чтобы она поджарилась сразу сюда же отправляем теперь лук крепкий и еще пару минут то есть картошка обжарилась это порядка 6-7 минут у меня до корочки теперь лук пару минут с луком обжарим и выключим огонь все на большом огне все прошло пару минут включаем сковородку и сейчас будем обжаривать мясо тоже до полуготовности и так друзья картошку мы подготовили с мясом сейчас мы не с мясом с луком простите сейчас мы займемся мясом я его тоже порежу такими вот брусочками не мелкими такими полосками брусочками как как удобно вам вы опять таки смотрите вы можете порезать квадратиками и так далее как вам удобно смотря какие горшочки у он большой поэтому неудобно большими если у вас маленькие то конечно режьте помельче какими брусочками я порежу мясо также ставим сковороду на огонь на плиту наливаем немножечко маслица отправляем мясо и тоже жарим до полуготовности вот оно немножечко подрумянится жидкость выпарится и не выключать будем жидкость почти выпарилась у нас мясо уже схватилось вот и корочка есть нужно немножко подсолить мясо картошку с луком мы насолили и будем солить эти в горшочках вот посолили еще пару минут и будем мясо выключать все жидкость испарилась выключаем ни в коем случае не пересушивайте иначе мясо будет жестким осталось нам сделать соус мы сейчас займемся этим и потом будем раскладывать в горшочке для соуса друзья ставим сотейник на плиту отправляем муку и обжариваем до светло-коричневого цвета на большом огне все у меня друзья как появился слегка бежевая оттенок отправляем сюда сливочное масло и быстренько быстренько все вот так перемешиваем отправляем сюда следом томатную пасту как растаяло масло хорошенечко все перемешиваем обжарим минуточку добавим бульон вот такая масса у нас получилось и теперь потихонечку вливаем грибной бульон и перемешиваем чтобы у нас не было комочков доливаем и перемешиваем таким образом нам нужно чтобы масса равномерная такая была консистенция гладкая вот такая консистенция у соуса комочков не осталось и сюда отправим сейчас половую ложечку сметаны полную с горочкой все хорошенечко перемешиваем все хорошенько перемешиваем и по вкусу подсаливаем друзья по вкусу солите вот как начал закипать соус выключаем газ все друзья теперь все раскладываем горшочек берем мясо кладем на дно его укладываем следующий слой у нас идет картофель тоже выкладываем его сверху на мясо картошку уложили сверху посолим немножко по вкусу потому что картошку мы не солили и поперчим перчиком черным никаких специй никакого лаврового листа я не кладу сюда чтобы все запахи овощей оставались такими какие они есть чтобы ничего не перебивало это очень вкусно следующий слой у нас пойдет фасоль выкладываем фасоль и последний слой у нас идут грибы грибы когда я варила я подсаливала бульон слегка так что солить больше я не буду теперь друзья отправляем соус заливаем все уложила я плотно потому что овощи ужарятся просто делаю так вот дырочки и туда будет стекать соус все друзья соусом залили накрываем крышечкой и отправляем в духовку на 25-30 минут духовку разогреваем заранее разогреваем 230 240 градусов все отправляем друзья 25-30 минут 230 и 240 градусов я все готово вытащила я горшочек вот так вот он выглядит прошло у меня прошло 40 минут друзья что я завозилась 40 минут у меня ставил в духовке 240 градусов сейчас я уложу на тарелочку покажу подачу вам друзья вот наше блюдо готово мясо славянское с грибами с картошкой фасолью в конце я немножечко вот так вот украшу петрушечкой вот такая прелесть получилось кстати это как идея как вариант на новогодний стол поставить это очень смотрится празднично очень вкусно друзья попробуйте приготовить вам понравится вот смотрите здесь огромная порция и тут горшочки еще вот смотрите сколько осталось он практически полный видите практически полный горшок то есть здесь смело даже на 4 порции но у меня большой горшок а вы уже там смотрите делите пропорции так чтобы вам удобно было вот блюдо замечательное всем приятного аппетита кто ест не забывайте горшочки вымачивать если вы давно ими не пользовались на ночь замочите водой если вы купили новые тем более обязательно нужно на ночь замочить водой прям залить водой их чтобы они постояли вот всем желаю здоровья друзья до скорых встреч берегите себя удачи всех благ вам приятного аппетита пока пока друзья пока